Ты что такой? Профитер, академик! Да играйте! Ученок в степени есть? Все? Ничего не ма? Добро пожаловать отсюда! Авторский блог Андрей Коробов-Латынцев Опубликован 4 января 2020 года Замысел, русская осень и тайны Донецкой степи В 2019 году вышел фильм «Замысел», произведенный студией Донфильм Это первый художественный фильм, снятый Донбассом Фильм сам по себе загадочен, наполнен метафорами и символами Не менее загадочен его создатель, о котором почти ничего не известно Как неизвестный о самой студии Донфильм Она или еще не существует, или существует в каком-то ином измерении При этом сам фильм уже успели показать и в Большой России Москва, Питер, Сибирь, Черноземье, Урал и в Донецкой республике История и обстоятельства интервью, которые опубликуются ниже Достаточно странные Связаться с автором фильма, который в титрах обозначен как Дмитрий Зочи Было непросто И все же мне удалось Я вышел на помощника режиссера, который согласился устроить разговор с автором Для встречи меня попросили приехать в определенное место на трассе Там меня встретил фиолетовый москвич И наш фиолетовый медведь И повез куда-то в Донецкую степь Которая, как оказалось, стоит в себе множество низин, расщелин и скал И только издалека кажется ровной и гладкой Через полчаса тряски по степи мы подъехали к какому-то гроту В котором за столом сидел человек Он предложил мне присесть Нашу беседу, которая походу становилась еще более загадочной, чем дорога к ней Публикую здесь без изменений Поздоровавшись, я хотел было саронизировать насчет конспирологии И спросить, почему мне не завязали глаза по дороге к пещере Но виды степи отвлекли меня Красиво тут у вас У нас везде красиво, где наш человек не влез и ничего не построил Наш это чей? Наш это который думает и говорит на русском Тот, который всюду строит руины А почему колонии одни руины? А у них все так В головах руины, в сердцах руины И снаружи одни сплошные руины Никто ничего не строит, только проедают то, что построено до них Главное, что всех эта разруха устраивает Лишь бы стабильно Как бы что ни вышло Вот девиз эпохи вырождения Поэтому вы в пещере решили встретиться, а не в кафе или чайной Это не пещера, а естественное каменное образование Сооруженное настоящими строителями, водой и ветром Чай здесь нормально пьется Здесь мой собеседник любезно предложил мне чаю из каких-то трав После чего представился Мое имя он уже знал Я хотел встретиться, чтобы поговорить о вашей постройке О фильме «Замысел» Ведь художественный фильм также можно считать постройкой Только интеллектуальной, духовной Тем более, что эта постройка претенциозная Фильм позиционируется как первый художественный фильм Донбасса Претенциозность фильма не в том, что он первый Первым фильму быть несложно У нас никому никогда дела до фильмов не было Даже прожорливый футболист, имея горы денег Не сподобился что-либо предпринять в этом направлении Пришлось решиться самому строить донецкий кинематограф Кстати, фильм не интеллектуальный и не духовный Какой же он? Проектирующий Проектирующий что? Будущее Люди, в особенности интеллектуалы Полагают, что существуют какие-то горизонты планирования Что будущее неизвестно, скрыто в тумане Формируется случайным образом Для них скрыто, для других открыто Процентов 97 людей это системщики и те, кто прибывают у руля И те, с чего согласие система существует Процента 3 Антисистемщики Они ненавидят систему, всячески критикуют Те ему помогают системе существовать И системщики и антисистемщики составляют тело системы А еще есть, условно говоря, вне системщики Они находятся вне 100% и всегда заняты проектированием новой системы Которая придет на смену умирающей Проще говоря, проектирует будущее Вы сейчас говорите о будущем Донбасса? Нет, конечно Донбасс это часть русского пространства Передовая, но все же часть Заниматься будущим какой-то отдельной от целого части было бы глупо Речь даже не о России как стране И тем более не о Российской Федерации как государстве Коему жить осталось недолго, несмотря на недавние прогнозы одного из его родителей Речь именно о русском пространстве И проекте, который будет построен на его просторах И вместо уродливых руин Российской Федерации Вы рассуждаете как минимум интересно Для режиссера, по крайней мере Это больше похоже на речь идеолога Если угодно философа-мечтателя Только если философ традиционно пишет книги При помощи которых проектирует будущее То ваш инструмент это фильм Я правильно понял? Философы ничего не проектируют А лишь бесконечно размышляют и блуждают в трех соснах Уводя за собой покорные стада не умеющих размышлять Я же говорю о конкретном процессе выстраивания будущего И я вовсе не режиссер По крайней мере до 16-го года До замысла К кино никакого отношения не имел Даже фильмы толком не смотрел Разве что в детстве Была задача опробовать инструментарий И вытащить во всеобщее поле определенные смыслы Выбирал между методами Самым простым вариантом было как раз написать книгу Но это очень хилый вариант Определил, что максимальный результат возможен при использовании кинематографа И пришлось изобретать свой киновелосипед Тогда у меня сразу же следующий вопрос Насколько это будет понятно зрителям фильма? Я слышал очень разные отзывы Замысел создавался не ради зрителей И не с целью кому-то понравиться Совершенно не важно понравится фильм или нет Более того, полностью он и не может быть понятен Потому что А. У зрителей отсутствуют необходимые приборы восприятия Б. Еще не произошли определенные события Забавно наблюдать, когда после просмотра Интеллектуально развитые зрители говорят Классное кино! Я-то, конечно, все понял Они смотрят, видят, что фильм сложный И дабы не показаться дураками, лукавят Редко встречается честная реакция Интересно, отдельные места понял, а в целом нет Много вопросов А какие события должны произойти? Вы так загадочно об этом сказали Необходимые для излечения населяющих русское пространство Русский человек сможет преобразиться только тогда, Когда ангелы вышибут прикладами автомата в двери Значимые лечебные процедуры Гражданская война Громкая фаза битвы конца Внешняя интервенция Потеря территории и части населения Малозначимые, но сигнальные Например, Саратов Для того, чтобы выздоровевшие Смогли построить неимоверное и небывалое Кстати, в замысле внимательный глаз найдет символьные атрибуты будущей державы Флаг, герб, лозунг То есть вы проектируете войны и катастрофы? Нет, этим занимаются другие Мои задачи – планирование строительства нового на руинах старого От смысловых оснований до визуальных воплощений Концептуальный дизайн, если так будет понятней А также выявление и подготовка тех, кто будет строить В общем, русское пространство не может преобразиться без катастрофы Надо, чтобы наша птица-тройка донеслась до пропасти И тогда произойдет кардинальный поворот А что, если люди не примут ваш проект будущего? Допустим, по какой-то причине не понравился им А у них никто спрашивать не будет Мы ничего не предлагаем, а лишь уведомляем Если остановить сотню человек и спросить, куда нам идти Все укажут разные направления Да еще попутно друг другу глотки перегрызут Отстаивая каждый свою любимую мышеловку Среди них непременно найдутся готовые сойтись в праведных боях Монархист с коммунистом, патриот с либералом, мусульманин с православным И так до бесконечности внутри двойки Мы имеем мертвое большинство, живущее с желудком Их мнение не имеет ни малейшего значения И есть ищущее меньшинство, оболваненное пастухами всех мастей Пойманное в идеологические и религиозные сети Искренне желающие преображения, являющиеся по сути живыми детьми Попадают в тенета вещателей лжи И наслушавшись аналитиков и политологов Превращаются в важных всезнающих старцев Которые на самом деле не знают ничего В итоге живое меньшинство полностью дезориентировано, состарено и расфасовано по ловушкам Так кому нужно понравиться? Сценарий подходит к концу И в нем нет про плюрализм и плебисцит Плюрализм это многообразие мнений, взглядов, политических направлений и тому подобное Как один из принципов демократического устройства общества Плебисцит Плебисцит это всенародное голосование плебеев Для решения особо важного вопроса Или референдум Как называют в наше время Те, кому не понравится, будут выброшены на обочину Там они смогут продолжить рассусоливать Про на вкус фломастеры разные Единицы Внутром почующие приближение небывалого Будут строителями И последние станут первыми И в итоге радужное будущее? Внутри людей потребителей Прочно закрепился образ радужного Всехорошего Солнышко, теплышко Песок, пальмы Бананы сами в рот падают Это мечта человека Подобных амеп Полагающих, что мир создан для того Чтобы они смогли хорошенько пожить И как следует оттянуться Этого не будет Близится время человека-творца Последний планетарный проект Который будет реализован в русском пространстве Весь позор, происходящий вокруг Грядущие катастрофы На полную работают только на это Ввести в состояние полного отчаяния И заставить пожелать иного Была короткая русская весна Сейчас на дворе русское лето Когда от жары все гниет Кругом черви и мухи Поражение и уныние Дальше за горами Нас ждет настоящая русская осень Во всей красе Это пронизывающие ветра Ядерный закат И сумерки захватывающие дух Там, где свержение лжи и торжество правды Далее Мой собеседник попросил меня выключить диктофон После чего стал рассказывать о будущем Причем с подробностями Которые включали в себя даже меню в бесплатных столовых Проект этот, конечно, совершенно фантастический Но поражала уверенность моего собеседника С которым он говорил Как будто это дело завтрашнего дня Когда он завершил рассказ Оказалось, что москвич уже уехал Кругом была осенняя Донецкая степь Зочи попрощался И указал мне направление, куда идти Чтобы выйти из степи Что бы вы хотели пожелать читателям напоследок? С чего вы взяли, что уже последок? И что у меня есть хотение чего-либо желать или не желать кому-то? Имея возможность узнать важное Вы тратите время на бестолковые вопросы После мой собеседник удалился Через 2-3 минуты я уже не мог разглядеть его силуэт на горизонте Неудивленный почему-то таким вот итогом интервью Я отправился по направлению, которое мне указали Через полтора часа ходьбы я увидел трубы Зугреса Зуевской электростанции Расположенной на трассе Шахтерск-Донецк И через еще полтора часа добрался На попутках до столицы Донбасса Автор материала Сергей Трегубов Город Донецк Я попытался найти того Сергея Трегубова Который брал интервью у Дмитрия Зочева в Донецкой степи Но, увы, не нашел Потом я заметил, что автор блога Газеты «Завтра», на котором размещено интервью Андрей Коробов-Латынцев Это актер, сыгравший роль Ильи Азара в фильме «Замысел» Я написал Дмитрию Зочеву Как найти Сергея Трегубова, который брал интервью в степи На что получил ответ, что он понятия не имеет И лучше спросить у Андрея Коробова-Латынцева И Дмитрий Зочи помог мне выйти на него в интернете А я, в свою очередь, написал Андрею письмо И получил ответ Сомневаюсь, что интервью постановочное У меня есть основания верить Сергею И другие причины, по которым я уверен, что он встречался с Зочем и разговаривал Сергей был из Мамлеевского круга Поэтому, если вы понимаете, о чем я В каком-то смысле он и был таким вот иным, нереальным человеком Южинский кружок, он же Мамлеевский кружок Неформальный литературный и оккультный клуб Собиравшийся у писателя Юрия Витальевича Мамлеева В его двух комнатах в коммунальной квартире в бараке Считается, что собрания Южинского кружка Оказали существенное влияние на идеологию и взгляды Многих впоследствии известных российских гуманитариев После высылки из страны самого Мамлеева в 1974 году Кружок в каком-то смысле продолжил свое существование до начала 90-х Разоблачений здесь никаких не получилось бы сделать Даже при всем желании Метафизические люди по типу Сергея Просто не зарегистрированы в том пространстве и времени В котором возможны расследования и разоблачения Можете включать интервью в вашу главу Сергей уверен, был бы не против Попросив меня разместить в газете завтра свой материал о замысле Он вероятно предполагал, что текст может быть в дальнейшем где-то использован Что в общем-то логично В интернете любой текст может быть использован Так что если вашей целью было получить от моего товарища согласие на использование его материала Я так понял ваше обращение ко мне То вперед, удачи! В общем и целом Суть всего ролика не в интервью Дмитрия Зодчего Сергею Трегубову в Донецкой степи А в том, что в процессе переписки с Дмитрием Он согласился поучаствовать в онлайн-трансляции на YouTube-канале На котором ты сейчас находишься И оперативно ответить в чате на вопрос, который ты задашь 22 ноября 2020 года И я буду читать из чата ей вопросы и ответы Дмитрия Зодчего Такого рода мероприятия я буду проводить впервые А посему не судите строго Впереди еще неделя и я потренируюсь Уведомление придет всем подписчикам канала заблаговременно Поэтому обязательно проверьте подписку Отпишитесь, подпишитесь заново Проверьте колокольчик с уведомлением Дабы вовремя его получить Так что в воскресенье 22 ноября 2020 года В 18.00 по московскому времени У тебя есть уникальная возможность Задать вопрос создателю фильма «Замысел» Добро пожаловать на трансляцию 22 ноября А если у тебя нет вопросов То они есть у меня И в любом случае Да будет так С чего вы взяли, что уже последок И что у меня есть хотение Чего-либо желать или не желать кому-то Имея возможность узнать важное Вы тратите время на бестолковые вопросы Добро пожаловать на трансляцию 22 ноября Продолжение следует... Добро пожаловать на трансляцию 22 ноября